На дворе весна, а ивановские кудоисты уже собирают урожай. Урожай наград. В минувшие выходные в Москве прошло первенство страны. За титул победителя сражались обладатели молниеносной реакции и сильных кулаков со всей России. Наш регион представляли шестеро лучших спортсменов. Половине из них удалось подняться на пьедестал главного первенства страны. В копилке наших спортсменов две золотые награды и одна серебряная. На первенство России и на чемпионат России очень тяжело выступать, потому что со всех округов попадают только первые-вторые номера. Там были только самые лучшие. Поэтому пробиться на первое-второе место было очень тяжело. То, что они стали такими чемпионами-призерами, я думаю, это само за себя говорить. Вика уже становилась победительницей первенства России, потому на соревнования ехала, представляя, как это будет. Правда, впервые биться пришлось среди юниорок. Одолев трех соперниц, спортсменка вышла в финал. Кудаистки бились на равных. Настолько, что судьи до последнего не могли сойтись во мнении, кто же одержал победу. Но в итоге присудили первое место соперницы Вики. Проигрывать тоже иногда надо. Это повод идти дальше. И лучше тренироваться. Я думаю, выиграть первое место на следующем первенстве России и поехать на чемпионат мира. Вика уверена, такие ситуации закаляют характер. В следующий раз свое золото она никому не отдаст. Хотя в тот день у девушки все же был повод порадоваться. Ее младший брат Илья сумел добыть золото. Хотя его соперник в финале, боец с Дальнего Востока, оказался выше. И ростом, и спортивным титулом. Он был тяжелый. Тяжелее меня, конечно. Был двукратный чемпион России по кудо. Первенство. Потом он выиграл моего соперника. С кого схема тоже постоянно бился. Тяжело мне было. Илья вынудил чемпиона России на этот раз довольствоваться лишь серебром. В финальном бою рефери несколько раз давали бойцам дополнительное время. И Илья грамотно им воспользовался. Вымотал своего соперника и просто забрал победу. Еще одно золото для региона завоевал Алан. Спортсмен отличился тем, что сумел каждый свой бой завершить досрочно. Болевые приемы в его исполнении просто не дали шансов соперникам. Но не все так просто, как кажется. Это очень сложно. Даже соперник, если он не знает, он тебе не даст к себе подойти. Он будет тебя бить. И тебе не даст ничего сделать, если ты не постараешься очень сильно. Алан также привез в Иваново кубок за лучшую технику боя. Каждая награда ребятами действительно заслужена. В преддверии первенства тренировки команды с наставником Эдгаром Коляном проходили ежедневно. И справедливо принесли свои плоды. Но победители знают, заполучить титул только первый шаг. Еще его нужно подтвердить. И как можно дольше никому не отдавать. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.